Всем привет! Смотрите, как заменить нерабочий контроллер на другой без потери данных. Как импортировать внешнюю конфигурацию, заменить контроллер от другого производителя и как достать информацию с диска в RAID массива без наличия контроллера. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В современных IT-средах существует несколько причин, по которым системные администраторы хотели бы заменить рейд-контроллер. По мере роста объема данных возникает потребность в расширении массива дисков, но старое устройство не позволяет этого сделать, или же контроллер вышел из строя. В обоих случаях возникает вопрос, можно ли сделать миграцию на новое устройство без потери информации. Есть несколько способов миграции, трудоемкий, при котором нужно сделать резервную копию данных, перенести диски на другой контроллер, перенастроить массив и восстановить данные с резервной копии. И второй, более простой, при котором достаточно подключить накопители к новому устройству и импортировать внешнюю конфигурацию. Второй вариант несет в себе некоторый риск потери данных, но позволит сэкономить немало времени. К сожалению, разные методы хранения информации о конфигурации RAID не позволяют сделать перенос данных без потери между хранилищами разных производителей. Информация о конфигурации RAID хранится на дисках, из которых состоит массив. Обычно данная информация расположена в первых или последних секторах каждого накопителя и называется метаданами. Метаданные записываются на диски микропрограммы RAID контроллера при создании массива. Данная конфигурация дублируется на каждом составляющем накопители, и за исключением номера диска служебная информация будет идентичной. Соответственно, при подключении накопителей к другому контроллеру он должен определить старую конфигурацию и позволить импортировать ее без потери информации, без перенастройки разделов или массивов. Разные производители RAID контроллеров используют различные методы хранения этой информации. Далее мы рассмотрим, как правильно подобрать замену старому контроллеру. В первую очередь вы должны знать, что при изменении любой конфигурации или карты адаптера всегда существует опасность потери информации. Чтобы обезопасить себя от потери данных, содержащихся на RAID массиве, необходимо выполнить полное резервное копирование. И проверьте его перед началом процедуры миграции. Для замены вышедшего из строя контроллера желательно выбрать такую же модель. Если такой возможности нет или модель устарела, можно взять контроллер той же фирмы с более свежей конфигурацией. При замене карты на ту же модель не должно возникнуть никаких трудностей. Возможно, лишь придется обновить его прошивку. При замене более старой версии на новую модель от одного производителя проверьте на официальном сайте, поддерживает ли новая плата конфигурацию старой. На сайте разработчика должен быть подобный список поддерживаемых и взаимозаменяемых устройств. У меня есть RAID 5, собранный из трех дисков на контроллеры от фирмы Dell, модель Perse H310. Для примера я покажу, как заменить данную модель на устройство от того же производителя, модель H710. При подключении нового контроллера есть несколько сценариев поведения новой системы. При первом устройство может автоматически импортировать массив дисков. При загрузке система выведет сообщение, что была обнаружена сторонняя конфигурация. И что для ее импорта нужно нажать определенную клавишу, в моем случае клавишу F. После чего контроллер в автоматическом режиме определит и загрузит прежнюю конфигурацию. И после загрузки операционной системы все данные останутся на своем месте. Второй сценарий выведите сообщение, что система обнаружила стороннюю конфигурацию, но ей не удалось загрузить ее автоматически. И для настройки нужно открыть BIOS контроллера. Для этого нужно нажать сочетание клавиш, отображаемое на экране, клавиша C или Ctrl плюс R. В открывшемся окне нужно выделить верхний пункт и нажать F2 для настройки. Выбрать пункт Foreign Config и нажать Enter. После чего в открывшемся подменю нужно выбрать импорт для импорта внешней конфигурации или Clear для очистки. Выбираем импорт. Для обработки конфигурации может понадобиться несколько минут, после чего утилита должна отобразить список виртуальных дисков, которые были ранее настроены в системе. На этом процесс замены контроллера завершен, и после загрузки системы можно убедиться, что процесс прошел без потери информации. Все файлы остались на диске. Важный момент. При подключении дисков к другому контроллеру нужно соблюсти последовательность их подключения. Некоторые контроллеры способны импортировать конфигурацию, даже если подключить диски в разнобой, но не все, поэтому желательно подключать их в том же порядке. Если они были подключены к нулевому порту старого контроллера, то в будущем их стоит подключать к тому же порту и на новом устройстве. Иначе импорт может завершиться неудачей и, соответственно, потерей данных. Также при замене может потребоваться обновить прошивку контроллера на версию, которая стояла на старом устройстве, или на более новую. Как уже говорилось ранее, разные производители RAID контроллеров используют различные методы хранения служебной информации на дисках. Поэтому, если вы планируете заменить вышедший из строя контроллер платой от другого производителя, при выборе стоит учитывать следующие параметры. Поддерживает ли контроллер общий формат дисковых данных? Структуру DDF. Какую версию DDF поддерживает и какой используется порядок записи байтов для хранения информации на дисковом массиве? DDF или Disk Data Format это структура форматирования данных на группах дисков RAID. Она обеспечивает базовый уровень взаимодействия между различными поставщиками технологии RAID. Общая структура DDF RAID полезна тем, что обеспечивает миграцию без потери информации между системами разных производителей. На данный момент есть несколько ее версий. Версия 1.2 и версия 2.0. Различные модели и марки контроллеров могут поддерживать первую или вторую, или обе версии. Поэтому при выборе замены стоит это учитывать и детально ознакомиться с характеристиками контроллера. Следующий параметр, на который следует обратить внимание, это порядок последовательности записи байтов. Информация в вычислительной технике представлена в виде последовательности байтов. В том случае, если число не может быть предоставлено одним байтом, имеет значение, в каком порядке байты записываются в памяти компьютера. Здесь два основных варианта записи Big Endian и Little Endian, не учитывая переключаемые и смешанные порядки. При первом варианте Big Endian байты записываются слева направо. Это выглядит следующим образом. К примеру, число 123 записывается как 123. При втором порядке Little Endian байты записываются в обратном порядке и предыдущее число 123 будет записано как 3, 2, 1. Более наглядно это можно посмотреть в HexRedactor. Если контроллер при построении RAID массива и записи информации использует первый порядок записи байтов, при замене на контроллер использующий для построения массива второй порядок могут возникнуть трудности с импортом. Импорт закончится неудачей или контроллер вовсе не увидит стороннюю конфигурацию на дисках. В ходе тестирования нам удалось импортировать внешнюю конфигурацию в следующих моделях контроллеров Dell Perse H310, H330, H710 и H830. Эти платы можно заменить без потери данных. Созданный RAID 5 на контроллере Dell H310 без проблем удалось импортировать внешнюю конфигурацию без потери данных на различные модели от того же производителя. Что касается сторонних производителей контроллер на LCI-прошибке модель Fujitsu D311 определил внешнюю конфигурацию на дисках и при первом запуске предложил ее импортировать. После чего, перейдя в BIOS контроллера можно убедиться, что прежняя конфигурация не изменилась. И после загрузки системы все файлы, которые были на дисковом массиве остались на прежнем месте. С похожим контроллером на LCI-прошибке модель IBM ServerAid M5016 не смог импортировать внешнюю конфигурацию. Импорт завершился неудачей. Контроллер не смог определить стороннюю конфигурацию. При импорте конфигурации с контроллера Dell H310 на контроллер Adaptec ASR6805T завершился неудачей. Импорт без потерь информации тоже невозможен. Если сравнивать по характеристикам, Adaptec поддерживает вторую версию DDF и другой порядок записи байтов. Возможно, именно это стало причиной неудачного импорта. Контроллеры фирмы HP имеют свою собственную структуру построения и записи информации на диски RAID массива. Поэтому заменить данные контроллеры платой от другого производителя скорее всего не получится. В том случае, если массив дисков является загрузочным, при замене контроллера на другую модель может потребоваться установка драйвера операционной системы для нового устройства. Иначе система может попросту не запуститься. Также стоит учитывать, что не все уровни RAID можно перенести на другую модель контроллера. Это касается многоуровневых массивов RAID 10, 50 и 60, которые состоят из нескольких групп дисков. Если вы пытаетесь импортировать внешнюю конфигурацию и в итоге видите ошибку, возможно причина в многоуровневом RAID. Оборудование для тестов предоставлено интернет-магазином Servacom.ua. В данном магазине вы найдете проверенные БУ-сервера, контроллеры и другие комплектующие с гарантией по доступным ценам. Если нужно, вам помогут подобрать сервер под любую задачу и бюджет. У магазина есть свой YouTube-канал, где вы можете посмотреть полезные видео о технологиях и серверном оборудовании. Если вам не удалось подобрать замену вышедшему из строя контроллеру, нужно достать из диска важную информацию, воспользуйтесь программой для восстановления данных с RAID. Hetman RAID Recovery восстанавливает данные с диска в RAID массива без наличия контроллера. Программа в автоматическом режиме вычитает из системы всю информацию о контроллере, материнской плате или программном обеспечении, на котором был создан массив дисков, и воссоздаст разрушенный RAID. После чего вы сможете его просканировать и восстановить критически важную информацию. Функция Drive Roaming или импорт внешней конфигурации есть почти на всех свежих моделях контроллеров. Поэтому можно предположить, что при замене одной модели контроллера другой модель того же производителя не должно возникнуть никаких проблем. Если устройство довольно старое, нужно сперва проверить их совместимость на официальной странице производителя. Правильнее все же сделать перенос информации с помощью резервной копии. Так вы можете быть на 100% уверены в успешном результате. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok